Второму докладчику представляем слово, это Сергей Сергеевич Тодоров из Ростова-на-Дону, представляет данные по характеристике метапластической карциномы молочной железы. Пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель, уважаемые коллеги, друзья, я хотел бы представить результаты нашего исследования, посвященные наиболее редкой форме рака молочной железы метапластической карциномы. Известно, что существует несколько категорий рака молочной железы, среди них инвазивные формы, представленные дольковые, протоковые, медулярные. Наиболее частая форма – это протоковый рак. Но что касается вот этой формы, и на самом деле, как к ней относиться, и какое имеет она течение, в том числе клиническое, прогностическое, ну, я уже не говорю о генетическом, о нем вообще мало информации имеется, и коррелативных взаимодействий. Поэтому мы своей целью поставили провести сравнительное морфо-иммуногистохимическое исследование данной категории рака молочной железы. За проведенный период нами было изучено 5 наблюдений данного рака. Средний возраст больных составил 53 года. После выполнения секторальной резекции проводилось срочное гистологическое исследование операционного материала. Другая часть материала отдельно вырезалась в виде пластин не более 1 см в длину, заливалась за буферный 10% формалин, фиксировалась не более суток. После рутинной проводки ткань заливалась в парафин. После этого с парафиновых блоков изготавливались гистологические срезы 3-4 микрона, что, в принципе, позволяет объективно оценивать площадь поражения опухолевой ткани. И окраска рутинная гемотоксилина азином. Отдельно проводилось иммуногистохимическое исследование в данных образцов, которое проводилось на специальных стеклах высокоадгезивных при температуре 55-60 градусов Цельсия. Депарафинизацию проводили в автоматизированной системе иммуногистохимического определения «Бенчмак Ультра» фирмы РОЖ в Швейцарии. Какие же здесь были использованы антитела и вообще для чего они были использованы? Прежде всего, это панель, которая включает определение рецепторов гормонов эстроген-прогестерон, классическое определение КИ-67 индекса пролиферации, определение ХЕР-2 статуса, ПИ-53 как антагонист действия пролиферативной активности, топоизомераза 2-альфа для определения тоже рецепторной активности данных клеток. Но это ноу-хау, как говорится, потому что в литературе на эту тему, о том, какое значение имеет топоизомераза 2-альфа, объективно имеются работы, посвященные химиотерапевтическому лечению и чувствительности данных категорий опухолей к рецепторам топоизомераза 2-альфа. А вот дальше линейка Екатгерин-Виментин-Циклин-Д1 и ГФР, она была необходима только для той цели, чтобы посмотреть, как эта опухолевая ткань в сравнении с протоковой и дольковой карциномой себя ведёт. То есть настолько она имеет потенциал высокий роста, насколько она обладает методической дезрегуляцией и насколько у неё существуют возможности повышенной эпителиальной активности. То есть ген, вернее, антитела и ГФР это может указать. Ну вот какие у нас были полученные результаты. Прежде всего, те картинки, которые я сейчас демонстрирую, они говорят о существовании нескольких кластеров опухолевых клеток, что доказывает постулат, что любая опухоль злокачественная гетерогенная. И, наверное, не надо говорить, что это связано со степенью злокачественности или степенью дифференцировки. Это может наблюдаться, в принципе, в любой опухоли разной степени дифференцировки. Но в данном случае мы видим на первом слайде слева вверху среди миксоидной голубоватой студневидной ткани миксоматоз имеются кластеры клеток, строящие железнодоподобные структуры. Это так называемая хрящевидная метаплазия. То есть мы видим среди трубчатых структур эпителиальных и хрящевую структуру. То есть вот это так называемый термин «переход одного в другое». Но в то же время, с точки зрения биологических потенций роста, насколько возможен переход эпителия в соединительную ткань, наверное, все-таки маловероятно себе представить, если не только не принять во внимание, что существуют стволовые клетки, способные трансформироваться куда угодно. Но мы этой целью себе не ставили для изучения, и тем не менее. Следующий слайд вверху показывает наличие таких пенистых структур с пузырьковидной цитоплазмой. Это накопление слизи. То есть уже и третий компонент присутствует в этой карциноме, а в частности слизистый или муцинозный, или коллоидный компонент. Вы прекрасно знаете, что коллоидные раки, как правило, обладают более благоприятным характером течения по сравнению с протоковой карциномой. В то же время хрящевидный компонент более агрессивный, потому что это соединительный тканный компонент. А внизу покрашена структура клеток опухоли на цитокератин. Вы видите коричневатое окрашивание этих данных случаев трубчатых, низкодифференцированных структур. Это говорит о том, что эта структура сама по себе эпителиальная, окружающая ее соединительно-тканная. То есть она содержит элементы как и мезенхимальной дифференцировки, так и эпителиальной. Вот, пожалуйста, то, что мы доказываем этими фотографиями, наличие двух компонентов, в общем-то, двух генераций развития клеточного роста опухоли. Слева это виментин и цитокератин. То есть одновременно окрашиваются мезенхимальные и эпителиальные компоненты опухоли. А справа вы видите эпителиальный компонент и GFR. То есть на самом деле эпителиальный компонент опухоли обладает высокоагрессивным характером роста, несопоставимым с таковым при протоковой карциномии. И GFR, как правило, в протоковой карциномии рутинно не изучают, изучают HER2 статус. Поэтому для сравнения мы просто провели это исследование, но оно не вошло в это исследование наше, которое сейчас мы представляем. Но и оказалось, что GFR в протоковой карциномии инвазивной куда значительно меньше по своей экспрессии, по сравнению с экспрессией GFR в данном метапластическом раке, что говорит о достаточно высокой агрессивной его активности. Ну и какие у нас получились результаты после того, что мы выполнили данное исследование. Метапластический рак является редкой опухолью молочной железы и встречается у женщин старше 50 лет. Отличительными особенностями опухоли данной категории является наличие двух компонентов – эпителиального и мезенхимального. Раньше, кстати говоря, данную категорию опухоль называли карциносаркома. Опять же, стратегия лечения была затруднительна. Применять ли, строго говоря, химиотерапевтическое лечение после проведенной операции или нет, тоже до сих пор дискутабельно остается этот вопрос. Но, к слову сказать, эпителиальный компонент опухоли имеет сложный генез развития, что объясняется в нем, при обладании в нем мембранных рецепторов к общему цитокератину или панцитокератину и виментину. Можно полагать, что эпителиальный компонент имеет деморфное развитие, вероятнее всего, вследствие трансдифференцировки. Но это уже требует дальнейшего исследования, потому что для подтверждения этой мысли, то есть о первоначальности развития эпителиального компонента из мезенхимального, значит, эта опухоль может в какой-то части напоминать листовидную опухоль молочной железы. Вот тогда вся стратегия лечения, в принципе, хирургическая остается. То есть там химиотерапевтическое лечение, наверное, маловероятно вообще проводить при злокачественных листовидных опухолях. Но это как версия. Поэтому трансдифференцировку нужно доказать, опять же, дополнительное следующее направление исследования, трансформирующим фактором роста бета. Но мы этого здесь, в этой работе не делали. Следующее положение, которое мы считаем важным в категории данной опухоли, это высокие адгезивные свойства, пролиферативная активность, и нарушение, да, я, кстати, хотел сказать, что КИ-67 во всех случаях в пяти наблюдениях был выше 85-90% ядер клеток, что говорит о значительной концентрации методической активности в этих опухолевых структурах и указывает на высокий агрессивный потенциал. Кроме того, были нарушены механизмы контроля клеточного деления. Те белки, о которых я говорил, циклин Д1, структурирование хроматина топоизомираза 2-альфа, нарушение процессов апоптоза Пи-53 в виде снижения количества клеток, содержащих данный белок. Данные эти позволяют считать опухоли высокоагрессивными, со склонностью к быстрому росту и рецидивированию. Отсутствие рецепторов к эстрогену прогестерона ХЕР-2 сближает данный опухоль с базально подобными или, читай, тройной негативный вариант рака молочной железы. Описанные морфобиологические особенности молочной железы позволяют судить об эпителиально-мезенхимальном происхождении данных новообразований. Мы полагаем, что отличительными признаками метапластической корсномы молочной железы следует считать дефицит рецепторов половых гормонов. Это как первоначальная панель, поэтому нужно дифференцировать всегда тройной негативный рак и метапластический рак по отсутствию данных рецепторов и проводить внутри них дифференцированную панель. В то же время в этих опухолях по сравнению с тройным негативным раком, где преобладает КИШ-67 в пределах 50-60% индекс пролиферации, здесь индекс пролиферации куда значительно больше – 85, я уже говорил, 90%. В этой связи высокая пролиферативная активность опухоли и нарушение трансдифференцировки клеточных структур необходимы для выработки стратегии дальнейшего лечения, что требует дальнейшего исследования. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересное сообщение. Пожалуйста, вопросы какие есть в зале? Самые активные вопросы задаватели. Потому что уже не первый раз слушаем, и в работе уже что-то где-то слышали. Глубоко уважаемый Сергей Сергеевич, большое спасибо за представленные интересные данные. У меня несколько есть вопросов. Вы сказали, что метапластический рак, редкий рак, близкий к базально подобным и трижды негативным. Вы же понимаете, что негативные и базально подобные – это не тождественное понятие. Когда вы говорите с морфологической точки зрения, когда говорите про базально подобные, скорее вы имеете в виду суррогатную модель. Когда вы описывали тяжелое течение данного рака, у меня создавалось впечатление, что даже не о базально подобном раке, а о редких-редких формах, которые у нас называются в молекулярном профилировании клаудиновыми. То есть там раз, и 90% КИ-67 сказалось. У вас таких ощущений нет? Они все-таки хуже протекают, чем суррогатная модель базально подобного рака? Они хуже протекают, чем общая группа трижды негативного рака? Или вы просто не отслеживали выживаемость этих больных? Вы просто прогноз данных больных как-то отслеживали? Спасибо. Руслан Маркович, могу сказать одно, что из пяти предстальных наблюдений трое больных мы, к сожалению, не отследили, судьба неизвестна, а двое больных, у них отдаленные метастазы. По сравнению с такой же категорией больных, что дальше проводится, скорее всего, химиотерапевтическое лечение, но вот насчет метастаза, головной мозг, трубчатые кости, позвоночник есть. Что касается тройного негативного рака с той точки зрения, как мы это себе обычно представляем, суррогатная модель, там действительно не было, в сравнении с тройным негативным раком, но опять же в работу это не входило, не было метастатического поражения. Прогностическая значимость, вот еще я хотел бы отметить, что прогностическая значимость ЭДЖФР, которую в рутинном исследовании мало кто изучает, в сравнении метапластическая корснома и тройной негативный рак, показано, что ЭДЖФР является модулятором высокого агрессивного роста клеток, и поэтому здесь, в этом наблюдении метапластическое, он был выражен, экспрессировался, в то время как в тройном негативном нет, что позволяет с учетом клинических данных говорить о том, что этот вариант рака метапластический, хоть и редкий, но тем не менее быстро развивающийся, быстро метастазирующий, дающий серьезные осложнения в сравнении с тройным негативным. – Хочу сказать про практическое здравоохранение. У нас же нету стандартной набора ЭДЖФР окраски цитокератина. Обычно мы красим рецепторы эстрогена, прогестерона. – Да, четверка. – Да, то есть, соответственно, вот если морфолог видит метапластический рак, скажу, ваши рекомендации будут, что провести окраску по ЭДЖФР, по цитокератинам? – Здесь просто нужно понять одно, что нужно разработать алгоритмы дифференциальной диагностики для выделения особой категории опухоли, так как это необходимо для решения вопроса о прогнозировании течения и перспективы лечения данной категории больных. Потому что тогда мы можем трезво себе представить, почему в одних случаях возникают рецидивы, в других случаях возникают метастазы. Может быть, это зависит действительно, что там перья ломать, от биологического субстрата, который первоначально был просто недооценен или не включены все позиции, которые нужны. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы создать алгоритм дифференциальной диагностики и постановки тех маркеров, которые бы позволили точно бы прогнозировать течение данной опухоли. – Спасибо. У кого еще есть вопросы? Сергей Сергеевич, пожалуйста, коллега. – Я не забрала, я не забрала, что я хочу рассказать. – Одну секунду. – У нас будет в том, что мы собрали, а кто это изменит вообще? – Ну, я понял, я понял. – Рауцин, директора, и почему нет? – Какой статус научный вопрос? – Вы знаете, я могу ответить на этот вопрос так. Когда мы называли HER2 статусом, HER2 статус, когда мы только начинали в России изучать, мы тоже говорили, а что это может изменить? Для того, чтобы о чем-то говорить в перспективе, надо, наверное, иметь информацию. Это первое, и правильно ее проанализировать. Правильно, это значит большой иметь выборку. Не только на уровне одного учреждения, а иметь рандомизированные исследования, объединяющие несколько учреждений, работающие по одному алгоритму. Хотите слово «стандарту». И вот тогда можно говорить, что это изменит. Наверное, прежде всего, это изменит судьбу больной. Если есть вероятность предсказания развития метастазирования, точно так же, как и БРК-типирование, вроде бы, кажется, на первый взгляд, космические какие-то вещи. БРК-1, БРК-2 делайте, их хватит. Нет, все-таки полногеномное секвенирование. Наверное, все-таки это тренд не просто потому, что это финансовый проект. Это еще и потому, что направление, связанное с определением более тонких мутаций, насколько я понимаю, нуклеотидных цепей. И вот именно как раз вопрос, что это изменит, пока мы сейчас себе представить не можем. Но изменит, по крайней мере, подход. Особая категория больных, бережные отношения и наблюдения. Не просто прооперировал и забыл, а именно направление этого больного в специализированные онкологические учреждения, которые будут заниматься лечебной тактикой в дальнейшем. Насколько я понимаю, это именно так. Пожалуйста. Если позволите, Сергей Сергеевич, у меня тоже есть два вопроса. Ну, первое. Все-таки, если я правильно понимаю, то вы ассоциируете по своим данным метастатическую карциному с наиболее неблагоприятным исходом из карциносаркома. Я правильно вас поняла? Ну, где-то да. Она начинает где-то быть близкородственной. Тогда вот в этом контексте все-таки, вот коллега задает вам, на мой взгляд, очень правильный вопрос. Вы не располагаете клиническим почему-то материалом, а пытаетесь ассоциировать и говорить о прогнозе. Прогноз – это исход. Поэтому, по меньшей мере, хотя бы если было пять больных, то нам бы нужно, вернее, вам бы нужно было представить материал клинического толка. Как живут, что было, распространенность и так далее. Второй момент. Можно я сразу отвечу? Да, конечно. Это вторая часть Морлезонского балета. То есть эта часть уже будет включена в доклад уже вторая. Второй будет у нас доклад. Нет, сегодня не будет. Будет отдельный доклад. Это была первая работа, которая относится к иммуногистохимии, морфологии. Вообще, чтобы заострить внимание клинического. Хорошо. А можно к первой тогда части еще дополнительный вопрос? Хорошо. Вот вы характеризуете материал как морфолог, правда? Вы морфолог. Скажите, пожалуйста, вы не представили его характеристику по параметрам? Все-таки, если это карциносаркома, то там есть и эпителиальный, и саркоматозный компонент. Так по эпителиальному они все у вас были трижды негативными? По эпителиальному, да. Потому что и по данным литературы, я неспроста задаю вопрос, и по данным литературы, и вот имея собственный опыт, вот как раз у нас такие пациенты встречались, что они требовали, вернее, у них определялся в том числе у ряда пациентов. Положительный рецепторный статус, конечно, не такой, как при люминальных, это понятно по выраженности, но это определяло тактику их лечения. Одна тактика клиническая при трижды негативном раке, вторая совершенно, так сказать, другая, имея компонент саркоматозный, к которому мы не можем адювантную терапию применить. И если хоть как-то выражен рецепторный статус, то мы можем уже какие-то варианты там, так сказать, использовать. По вашему материалу, вот вы в одном только слайде сделали сразу как-то очень так серьезно и результаты, и… Отрицательно было, все было отрицательно. А какой объем лечения получали ваши пациенты? Ну, я же говорю, что… Это вторая часть. Вторая часть. Спасибо. Спасибо. Сергей Сергеевич, вам удалось как минимум заострить внимание. У нас есть база данных в Институте онкологии имени Петрова, где прослежены больные, и так как у нас сейчас формат круглого стола, я вот просил бы Асель Галиману сказать, встречается ли у нас такая форма рака, может быть, мы чем-то тоже поможем, у нас больные прослежены, у нас лечения, и, соответственно, исход заболевания прослежен на 7 тысяч больных. Далеко не отходите. Здравствуйте, коллеги. Да, у нас было несколько метапластических раков. Они, да, негативные, но метапластический рак, я хочу сказать, он ставится гистологически. То есть для того, чтобы сказать, что это метапластический рак, не нужно ничего. Мы ставим его так, гистологически. Другое дело, когда мы идём и говорим о новых технологиях и о исследовании тканевых матриц. Да, там мы брали отдельно, и вот в этом исследовании, на которое многочисленные ссылки теперь идут, да, там было исследование многих компонентов конкретного случая. То есть случай состоит из нескольких блоков. Из блока мы берём несколько панчей для микроэрея. И тогда мы можем действительно сказать о топографии маркёров и о их качестве, количестве экспрессии. И на самом деле это вопрос отдельно выцепить теперь из большой матрицы, отдельно выцепить базальные, отдельно тринегативные, отдельно метапластические, которые ставим мы диагноз гистологически, отдельно хондроматоидные компоненты, отдельно плоскоклеточные, отдельно какие-то ещё, и дать отдельную характеристику по каждому. Конечно, сейчас это возможно, и мы можем это сделать. Навскидку я могу сказать, что вообще всех особых раков у нас около 12% из всей выборки, да, из всех 7 тысяч. Как разделяются эти 12%, когда мы не проанализировали 88, в общем, пока у меня не было такой задачи. Ну, почему нет? Конечно, мы можем это сделать. Ассель Галимовна, ради интереса я как-то вечером внёс в базу данных, написал особые формы, и там, где не было инвазивного протокова, инвазивного долького, посмотрел, как они живут. Хочу сказать, что результат впечатлил. Они живут очень плохо. Особые формы? Да. Я просто ради интереса. Это не как научная работа, просто был вечер, было время, было интересно, что называется. Дорогие друзья, пользуясь случаем, можете задать вопросы морфологам, двум находящимся в зале, перед вами. Вы знаете, это гетерогенная группа, да, то есть там туда закинули всё, что не то, да, что ни дольковый, ни протоковый, ни аденокистозный, ни ещё какой-то, туда закинули всё. Там выделяют, по-моему, в 6 или 7 вариантов. Есть хондроматозная дифференцировка с такой, с сякой, с плоскоклеточной, их там много. И туда это вот сборное понятие, куда закинули абсолютно всё. Карцина-саркома – это всё-таки отдельная история. Плюс не нужно путать карцина-саркома и саркому, которая возникла в молочной железе после облучения. Это синдром, как-то он называет? У него есть какое-то своё название, у Уотсона, по-моему, синдром, когда возникает вот то, о чём вы говорите, или карцина-саркома, или саркома, которая после облучения, там 60 ГР или сколько-то, и оно в каком-то проценте, довольно высоком, возникает вторая, другая опухоль. И, понимаете, очень приятно сейчас с вами общаться, потому что зачастую морфолог вообще не знает, что было до. Я вот вижу и пою. И это плохой тон и у морфологов, и плохой тон у клиницистов не говорить нам, что было. То есть морфологи должны интересоваться нашими данными? А мы, понимаете, чем дальше, тем больше. Я понимаю, что мы без клинических данных, без первичной информации, мы вообще мало что можем. То есть мы можем гораздо больше, если мы работаем вместе. Если мы работаем каждый сам по себе, по принципу «что вижу, то пою», то вы не можете от нас получить ту пользу, которую могли бы получить. И все эти большие затраты, и интеллектуальные, и материальные, и все, они могли бы быть лучше и больше. И результаты могли бы быть лучше. Спасибо большое. Коллеги, не родились еще новые вопросы? Не появились, не возникли? Нет. Спасибо огромное, Сергей Сергеевич. Спасибо. Спасибо.